Сейчас к нашему эфиру присоединяется Николай Сыченко, президент мариупольского телевидения. Николай, здравствуйте. Вы знаете, я вот в первую очередь хотела бы спросить вас, как жителя Мариуполя, наверное, сейчас, в данный момент бывшего, насколько вообще убедительно выглядела эта мариупольская картинка? Что вы почувствовали, когда увидели в контексте вашего города появление там президента России Путина? — Добрый день, Ань. Смотри, что касается, насколько убедительно выглядела, убедительно — это действительно Мариуполь, это действительно, к моему большому сожалению, мариупольцы. И вы знаете, это действительно Путин, это не двойник точно, потому что всё очень спонтанно, всё очень импульсивно. Явно было видно, что этот визит не подготовлен вообще, его держали в тайне, потому что вот если вы видели это длинное видео, которое выложили правительственные каналы России, там 55 минут, я его просмотрел, всё. Да, это Мариуполь, это феармония, вот она, да. Мы вот на этом этаже вручали как раз дипломы выпускникам Мариупольского госуниверситета. Это всё на самом деле город. Путин импульсивно отреагировал на решение Международного уголовного суда. Ему нужно было что-то показать, что-то противопоставить, что он мужик. Но то, что он мужик, под очень большим вопросом, потому что в оккупированный город, который по его утверждению, вот сейчас будет этот жест, вот он этот жест, он всегда поправляет бронежилет. Он в бронежилете едет в машине. Вот если глянуть на его волосы, на затылке, они плотные, ему жарко, он потеет от страха. Он в бронежилете везде, то есть он не доверяет никому. Так вот на этих видеокадрах нет ни одного представителя администрации Мариуполя. То есть он не доверяет никому, ни своей поставленной оккупационной администрации, ни даже жителям. То, что вывели нескольких жителей из вот этих новых потемкинских домиков, ну их, слушайте, их разбудили, вывели. Вот они восторженно вышли. Это действительно жители города, да, вы правы, в социальных сетях опознают уже, к сожалению. Но семье не без урода, скажем так. Но, вы знаете, вот этот визит Путина, он очень важен с какой точки зрения. И для нас, и для жителей России он тоже важен. Он важен в том плане, что, ну, Путин точно уже не будет останавливаться, он не будет, несмотря на заявления его там официальных лиц, идти на переговоры какие бы то ни было. Пока точно нет. Он показывает свою силу, свою безнаказанность, вседозволенность. Кстати, когда он едет в машине, он очень часто поправляет солнцезащитный козырек якобы. А это просто бронежилет тяжелый, он передавливает старые вены вот эти, да, и у него затекают его маленькие лапки. И он вот это вот пытается. Николай, скажите, пожалуйста, вот мы видим пока Путин в Мариуполе, только вот этот вот фасадный Мариуполь, то есть вот эти вот новые дома, образцовый такой практически московский двор с хорошей детской площадкой, отремонтированную филармонию, памятники. То есть это такой действительно очень гладкий город, что называется. А вот где находится его разбомбленная часть? Она за вот этими домами? Я однажды видела фотографию, где ощущение, что вот новопостроенные здания находятся на передней линии от дороги, а дальше просто руины. Что вы знаете про это? Как выглядит город на самом деле? Много ли вот этих новой архитектуры? И кто, собственно, там поселился? Кому дали эти квартиры? Смотрите, сейчас, прежде чем ответить на ваш вопрос, я закончу месседж свой итог, потому что он очень важен. Вот важен месседж в том, что Путин, как вы правильно сказали, первый раз приехал на оккупированной территории за год этих полномасштабных боевых действий. Он ни разу за 9 лет уже войны он не приезжал в Донецк. И даже в этот раз он в Донецк не приехал. Это очень плохой звоночек для жителей Донецка. Это показывает четко, что Путин готов пожертвовать Донецком, Луганском, чем угодно, но не готов пожертвовать Мариуполем. И именно за Мариуполь будет самая масштабная и самая главная битва. И именно за Мариуполь Путин и армия России будут цепляться всем, чем только можно. Зубами, зубами дракона, беззубыми ртами зэков. Вот всем, чем только можно, потому что мне кажется, что когда Путин потеряет Мариуполь, начнутся необратимые процессы внутри России, потому что внутренний телепотребитель, на которого и рассчитано вот это вот видео, он никогда не простит Путину сдачу Мариуполя. Теперь, что касается вашего вопроса, а где же реальный Мариуполь? А вот он везде, сзади. Вот везде, где ночь, вот там реальные выжженные здания. Везде, где вот темный фон, вот если бы он был не темный, то картинка была бы жуткая. И я думаю, что это одна из причин, по которым Путин прилетел туда ночью. Первая причина, потому что ему страшно, конечно же, потому что, ну, слушайте, если бы, я думаю, если бы наши знали, что он будет там, а они бы знали, если бы этот визит готовился. Потому что внутри Кремля, внутри Мариупольской оккупативной администрации очень много людей, которые льют инфунгом, да. Поэтому не знал, видно, что практически никто. И поэтому ночью. Но ночью еще и потому, что вот даже здесь бы, вот как они едут, на фоне были бы видны остовы зданий, остовы разрушенных зданий, в которых гибли люди. И вот Путин своими маленькими ножками топает по улицам, на которых лежали тела детей, женщин. Тела часто без рук, без ног. Этого нельзя показывать. То есть они сейчас показывают картинку восстановления. Человек, фамилию которого, цензурно я запомнить не могу, в кепке, он показывает красивые картиночки, как они восстанавливают, и рассказывает о том, что армия России наступала с букетами цветов, не стреляя никуда вообще, а ВСУ выжигали город, отступая. Но это чушь, это бред, это любому ясно, что это бред, да. То есть город разрушен Россией до основания почти. И вот этот мужчина в кепке с нецензурной фамилией в моем представлении. Он как раз рассказывает Путину, сколько денег нужно на восстановление инфраструктуры, коммуникаций, всего-всего-всего. Это миллиарды рублей, которые идут из российского бюджета, которые не доходят до жен, матерей, дочерей тех русских мужчин, которые идут погибать за имперские амбиции Путина. Идут погибать на нашу землю. Это настолько нелогично, это настолько глупо, но действия Путина, мне кажется, особой логике уже не поддаются. И то, что он приехал в Мариуполь, тут тоже логики нет, честно. То есть он не ездил... Ну, ему надо было показать, что он все-таки на это способен. Год войны, а он до сих пор не был на территориях, которые каким-то образом пытаются признать своими Россия. Интересно, что я вижу, что местные жители действительно не предупреждали о визите Путина. Об этом можем объяснить. Да, не можем объяснить. Рассказала одна из собеседниц, жительница Мариуполя, Ирина Волосатова. Она рассказывает, что никто не знал, что будет приезд, не готовились и увидели Путина из окон дома, видимо. А знаете, кто это, вот эта вот Ирина Волосатова? Это та самая женщина, которая благодарит его за победу, которая говорит ему спасибо за маленький кусочек рая. Это те жители, за которых реальным мариупольцам им стыдно, что мы жили рядом с такими людьми. То есть это, да, вот она. Она не знала, на самом деле, они в шоке, потому что, если бы они знали, поверьте мне, они бы вышли там с флажками, с какими-то печеньками даже, да, на тело, то есть да, они на самом деле, это, знаете, стокгольмский синдром, который перерос в абсолютное сумасшествие, полное. То есть они готовы целовать ноги тому человеку, который отдавал приказ об уничтожении города, о полном уничтожении города. Потому что даже, когда просили Лаврова дать зеленый коридор в марте месяце на вывоз наших людей, на вывоз нас из Мариуполя, Лавров тогда сказал нашему министру иностранных дел, в Стамбуле, что он не имеет полномочий никаких по Мариуполю. По Мариуполю все полномочия были у Путина. Поэтому все вот эти вот рассказы кунсу, ну, вот этого мужчины в кепке, значит, все эти... Кунсулин, да. У меня просто не цензун. Так вот, все эти рассказы, это такая дешевая ложь, да, когда он рассказывает ему там, что, а вот эти здания были разрушены, а вот это выглядело вот так. Путин контролировал каждый шаг своих войск по Мариуполю. Это было абсолютно понятно. Каждый вылет самолета, каждый вылет бомбардировщика, каждый залп с корабельной артиллерии, который уносил сотни жизней людей. Это настолько цинично, то, что он приехал туда, но это очень плохой звоночек для дончан, повторюсь. Путину придется, наверное, пожертвовать Донецком, чтобы сохранить сухопутный коридор в Крым, потому что, ну, они не смогут держать такую широкую линию. Им нужно будет чем-то жертвовать, им нужно будет, чтобы у Украины, чтобы мы тоже где-то победили в чем-то. То есть, это будет такой себе жест доброй воли, но с Мариуполем, я вижу точно, у Путина жестов доброй воли не будет. Это будет город, за который армия России будет биться до последнего русского... Ну, они это уже показали, фактически уничтожил город ради того, чтобы фактически формально его сохранить. Спасибо большое. Это был Николай Осученко, президент Мариупольского телевидения. Мы обсуждали ночной визит Владимира Путина в Мариуполь.